Всем привет! С вами Камила Валиева. И сейчас я буду смотреть свое первое интервью для первого канала. Это было 4 года назад, и поэтому мне очень интересно посмотреть, что же там было. Как будто бы всего 4 года, а там такой ребеночек сидит. Мне нравится. Очень нравится, когда получаются прыжки, когда ты понимаешь, что ты можешь больше. Ну, мне очень нравится этот вид спорта из-за этого. Когда ты видишь то, что твоя соперник делает четверной и еще что-то, и еще тройный аксель, а ты пока что только учишь четверной и уже хочешь быстрее выучить другие элементы, чтобы его обойти и быть наглой его выше. Был вопрос, зачем мне фигурное катание. Это уже, наверное, моя жизнь на тот момент. Когда пришла в группу, больше нацеленности было на элементы. Сейчас уже как-то поменялось-то, и плюс еще 4 года. 13 и 17 лет дает о себе знать. А сейчас нужно более чистое исполнение, чем количество этих сложных элементов. Вот перед стартом ты начинаешь обо всем задумываться, и уже просто хочешь, чтобы у тебя не было в голове никаких мыслей перед стартом. Потому что это самое ужасное такое перед стартом. дает тебе все перемешку, и ты такой... Сейчас выходить на старт. Ничего не изменилось. Нет, правда, ничего не изменилось. На самом деле, пища для размышлений. Нужно в голове разбираться, а не... Это просто так не проходит. Поэтому, что было в 13 лет, что сейчас... Одно и то же. То, что у тебя внутри, обычно показывается снаружи, но сейчас я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице, то, что у меня транслируется в теле. В тот же момент я пытаюсь успокоиться, то есть выдохнуть телом, чтобы успокоиться головой. Но я как была таким судорожным ребенком, который боится всего так, и до сих пор осталась, к сожалению. Скорее, это человеческое. Кто-то вообще не волнуется и просто сидит в раздевалке, уходит, делает, уходит. Но это... Это я, что поделать. Конечно. Бывает. Ну, вдруг ты там как-то неудачно приземлился, прямо на то больное место, и вот ты встаешь и понимаешь, что все, это конец, это очень больно. Но ты понимаешь, что раз ты не сделал, тебе надо еще раз пойти, и точно, чтобы сделать, и не упасть на это же место. Ничего не изменилось. Ну, только добавились, возможно, какие-то жизненные моменты, из-за которых хочется поплакать. По-хорошему, когда ты катаешься, нельзя показывать слезы. Ну, это не... Это неправильно, но, к сожалению, иногда эмоции невозможно... Невозможно их убрать. Поэтому иногда бывают слезы. Ну, плакать — это хорошо, но я все-таки хочу плакать у себя дома. Плакать от радости? Не знаю, не плакала от радости еще. Мы с мамой так поговорили, и подумали, что надо куда-то дальше идти, и мы пошли к Этере Георгию, и мама сказала, ну, если не возьмут, ну, пойдешь в танцы. Ну, вот. Вот, и мы пришли, нас взяли, и если взяли, значит, что-то увидели, может быть. Да, правда. Ну, так и было. Ты себя вообще представлял хоть как дальний хоть раз в танцах? В танцах — да, в парах — нет. Мне импонируют танцы, поэтому я за них. Когда там встал вопрос, возможно, где-то лет в девять еще что-то не получалось, и я сама говорила, может, тогда в танцы пойдем, раз ничего не получается. Ну, и ладно. Вопрос был в том, что мне нравились коньки, мне нравилось фигурное катание, но в какой-то момент я не понимала, что у меня ничего не получается, и зачем тогда мучить одиночное фигурное катание. Аня Пески играет в 2014. Вот, я помню, то, что мы с мамой сидели вот прям вот давай, 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 да! За девочек, за девочек всех болели. Ну, вот, я помню только то, что мы смотрели женское фигурное катание. Мы очень болели за командные соревнования, но мы смотрели Юлю Лепницкую, ну, и, конечно же, Аделину Сотнику. Также, на самом деле, было плюс-минус и в 2018 году, когда соревнования были там почти в 6 утра, в 7 утра. У нас как раз тренировка в 6, там, в 6.45, и первые там 15 минут тренировки все сидели около телевизоров и просто болели за наших девочек, за пар. Соперничество во всем это уже какая-то грань, то есть, которую не хотелось бы уже переступать. Да, ты соперник на льду. На льду ты выходишь, ты делаешь то, что ты умеешь, на 6-ти минутке стараешься осторожно размяться, а все остальное время как бы это человек. Ты уважаешь его, уважаешь его границы, и поэтому болеть за человека и желать его лучше – это самое прекрасное, что можно делать. Спорт-стейп, олимпиада, и хорошо выступать, стабильно выступать, и делать все, что ты можешь на 100%. Все-таки победитель на олимпиаде. Золото и один счет со 100. Наверное, это. Когда ты едешь на олимпиаду, я не знаю, ты там выкладываешься на 100%, и если ты выложился на 100%, ты знаешь, что хочешь верить, что ты будешь первым, а серебряная медаль – да, это тоже результат, это тоже труд, но больше, мне кажется, каждому фигуристу больше хочется золотую, чем серебряную. Да, конечно. В реалиях это окей. Ну, побывала я на олимпиаде. Да, на 100% из тех сил, которых осталось, наверное. Мне, наверное, посчастливилось выступать 4 раза. Первые 2 раза ты даже не осознаешь, что ты на олимпиаде. Ну, то есть, когда это твоя глобальная цель, ты уже стоишь в начальной позе и думаешь, это то, к чему я так долго шел, и ты в какой-то момент просто не понимаешь, что в какой-то прострации находишься, вот вообще в непонятном месте. На самом деле, это олимпиада. твоя цель была выложиться те медали, которые есть. Даже не знаю, сложно же осуждать. Извините. надо ценить, надо ценить то, что ты имеешь. Возможно, четвертое место, вот это, наверное, печальней, когда ты был в шаге от результатов, от третьего, от второго, от первого, и просто не случилось. А это обидно, но есть к чему стремиться, не знаю. Я сказала, что серебряная медаль, что это что-то не то. Но если говорить масштабней, то у тебя есть медаль. Ты в призерах, ты завоевал эту медаль. Правда, так говорят, что именно завоевал. Четвертому месту, возможно, обиднее, чем второму. Я иногда могу выйти прокатать хорошо, а могу выйти и прокатать просто никак. Не знаю, может, я начинаю на что-то отвлекаться, наоборот, как-то думать, вот, если у меня сегодня ничего не получится, либо еще что-то, ну, по настроению, скажем так. Ничего не поменялось. Единственное, я поняла, что это не по настроению, то, что я выхожу и думаю, ой, сегодня ничего не хочу, ничего не будет. Но это просто какие-то уже в голове то, что либо хорошо, прям идеально, либо уже никак. И если вдруг там на разминке что-то пошло не так и уже уже начинают подкрадываться такие мысли. Вот, что было тогда, что и сейчас это осталось. Ого! 13 тысяч. Все смотрят, следят, не знаю, и всем интересно очень. Миллион 300. Слушайте, прям 13 и почти 13. Я за этим не гналась, да просто я каталась, и оно как-то само, правда, в какой-то момент резкий буст, через 10 дней плюс миллион человек, это, да, вот это я заметила, конечно. но это не так важно. Не было никогда никакой такой цели у меня, то есть, да, я заводила инстаграм, мне нравится там укладывать фотографии, мне нравится снимать природу, мне нравится там что-то показывать, ну и как бы я не замечаю за собой, что я там прям постоянно сижу и меня нету в реальной жизни, так как общаюсь я все-таки больше в реальной жизни. как-то посмотрела 600 подписок и я так ну думаю 600 подписок в никуда, надо почистить. Вот я даже думаю, откуда у меня столько знакомых. Гематоген там нет? Нет. Я люблю гематоген. Это правда. Я не знаю почему, но на тот момент у меня был бзикный гематоген. Я скупала его везде. Ой, сейчас я люблю лосось в разных его проявлениях. Гематоген я больше с тех пор кстати не ела. Сейчас я хочу там начать вязать. Ну, успокоить нервы. Я хотела вообще пойти на психолога. Ага, вязать. Я кстати начала вязать, но бросила через год. Есть такая пряжа уже с узелочками, когда ты вяжешь именно руками. То есть я плед, мне кажется, пледа три связала. Но это правда помогает. Если я не ошибаюсь, у Морриса даже есть видео, где перед вылетом на Олимпиаду я сижу и вяжу плед. Насчет психолога. Я начала, мне интересна эта тема как именно психология в целом, но не идти учиться на психолога. Возможно, если мне это захочется лет в 25, но глобальная цель пойти выучиться на психолога нет. В тот момент я хотела выучиться именно чтобы свои проблемы разбирать. Но сам себя ты не разберешь, поэтому лучше обратиться к психологу. Максимум дня три. Дальше я уже хочу все, я хочу сделать какой-нибудь тупик, прыжок, начать делать все элементы. Пока нет, не было. Сейчас. Пока нет. Нет, нет, пожалуйста, нет. Без фигурного катания могу теперь больше прожить целых полторы недели, мне кажется. Дальше правда, это уже как привычка, ты идешь и начинаешь заниматься. Ради чего бросить фигурное катание? Нет. Моменты, когда хотелось не пойти, да, были. Возможно, это были периоды просто в жизни, когда в принципе тебе сложно встать с кровати, а тут еще и пойти на фигурное катание. В голове все давит морально. Просто бывают такие моменты, когда тебе правда сложно разговаривать с людьми, ты не хочешь ни с кем общаться, ты не хочешь никого видеть, ты просто закрываешься и все. Оно проходит. Там внутренний мой маленький ребенок сидит и нам нужно на фигурное катание. Полторы недели прошло. Какая моя фигурная катательная жизнь. Не знаю, не сдумываюсь. Не знаю. Мечта, кроме фигурного катания, чтобы вся моя семья была здоровой и чтобы все мои близкие были здоровы. Потому что, к сожалению, это довольно угасаемый ресурс. Когда я не могу уснуть, я мечтаю, куда я полечу на отпуск. А так я понимаю, что мне уже скоро 18 и что мне нужно уже по-взрослому понимать, что я буду делать дальше. Но пока мне нет 18, я так думаю, куда я полечу в мае. Успех фигурным катанием это что? Я думаю, что это какая-то, даже не какая-то, это любовь и поддержка зрителей и людей, которые на тебя смотрят. Ну, то есть успех, когда ты смог передать все чувства через программу и когда открываешь интернет и люди пишут, что правда там до мурашек. В прошлом году это было невероятно, какая-то невероятная атмосфера, когда ты уходишь на лед и правда все в плакатах, все кричат, все поддерживают и это реально это то, ради чего стоит трудиться.